Всем привет! С вами снова Добрый Макс и мы продолжаем проходить замечательную игрушку Death Swap. Напоминаю, что у нас спасательная миссия, мы оказались на станции и находим говорящие камни, точнее не говорящие, они передают какие-то свои мысли, которые записаны в них пока еще неизвестно кем. Интрига пока сохраняется, я совершенно не понимаю, что же здесь, к чему мы можем привести, предположений очень много, как обычно, поэтому постараемся выйти на единственное правильное предположение. Ну и что ж, буквально первую минуту, как обычно вы услышите о комментарии, уже после того, как я прошел этот момент, понял, скажем так, что же здесь нужно сделать. Поэтому вот сейчас, собственно, как-то вот так вот нужно поступить, да, совершенно верно, потом снова обменяться с одним из наших клонов и вот таким вот образом получить заветные три шара. Да, как-то так, в общем-то, на самом деле не так и сложно все это решалось, но, как вы понимаете, не всегда ответ, даже может быть очевидный, виден с первого раза, особенно когда записываешь. Ну что ж, ладно, возвращаемся к внутриигровым комментариям. Так, отлично, ну что ж, побежали дальше. Так, насколько я понимаю, нам сейчас, в принципе, можно воспользоваться порталом, но, пожалуй, пока мы этого делать не будем. Да, конечно, здесь есть еще места, которые мы с вами не посетили, вот, например, здесь, но, насколько я понимаю, сюда мы, да, здесь препятствие, и мы его никоим образом убрать не можем, к сожалению. Так, и еще вот здесь у нас остается место, которое мы с вами не смогли разгадать, а что же там нужно сделать. Ну, вполне вероятно, мы скоро туда вернемся. Так, ну что ж, хорошо, побежали. Так. Угу. Я хотел сразу перешагнуть через несколько ступенек, но, к сожалению, не получилось. Так, исследование Ксена. И нам нужно, соответственно, на противоположную сторону. Метафизика, образцы. Так, и что здесь? Я надеюсь, эта жидкость для нас не опасна. Компьютер ТСА. Органика неземного происхождения. Хм. Что нам это дает? Так, здесь очередной портал, да? Внимание. Доступ к лаборатории метафизики через хранилище образцов запрещен. Хм. Странно, но мы каким-то образом все же сюда попали. Так, а где мы вообще находимся? Ага, то есть мы просто-напросто попадаем в соседнюю комнату. И вот очередной камень. Некоторые из изучавших нас разумов верили только в физический мир. Другие во что-то большее. Они никогда не прекращали споры. Вы знаете, все-таки такое ощущение, что вот эти вот фразы, это как застывшая мысль. Так, и мы попали чуть ниже. Так, ну что ж, ладно. Я изменился так, чтобы такой разум, как ваш, смог пробиться сквозь мой. Ну да, похоже, моя версия на самом деле оправдывается. Ух ты. А здесь мы уже, смотрите, попадаем. Получается, что здесь раньше была лаборатория, и теперь ее полностью заняла вот эта инопланетная субстанция. Вот это да. И куда же мы попали? Круто. Запись 14. Возраст некоторых экземпляров наблюдателей несколько миллионов лет. Таким образом можно предположить высокий уровень их интеллектуального развития. Если они телепаты, как я думаю, то Кори-5 представляет собой мощнейший и старейший во вселенной квантовый компьютер. Если бы мы только знали его язык программирования. Да нет, не знаю, можно ли применять такой термин для разумных существ. Ну что ж. Давайте двигаться дальше. Только возвращаться будет довольно-таки тяжеловато, насколько я понимаю. Нам нужно будет проходить через все порталы заново. И, к сожалению, вспомнить, через какой портал я проходил сейчас. Да, не совсем возможно. Так. Это большой телепорт. Все понятно. Другие разумы все время менялись. Они думают о мире, не больше нас. Так, ну я так понимаю, что большой телепорт нам позволит вернуться обратно, на самом-то деле. Да, совершенно верно. Так, ну пока мы... Не будем им пользоваться. Так, отлично. Так. Но нам каким-то образом нужно... Ну хотя здесь довольно-таки просто это сделать. Хорошо. А хотя нет. Вовсе и не просто. Так. И здесь у нас получается... Угу. Мы можем, в общем-то, создать здесь клона, но при этом мы не можем с ним обвиняться. А вот этот свет... Синий отключается только тогда, когда мы нажимаем здесь, да? Потрясающая музыка. Так, я так думаю, что можно попробовать создать клоны здесь. Если, конечно, это нам что-то даст. Потому что мы обменяться с ним тоже не можем. Так, хорошо. Может быть, для начала нам нужно создать клоны здесь. Но нам это тоже ничего не дает, в общем-то. Так, отлично. Так, хорошо. Значит, мы пока создаем клона вот здесь. Так, я не успел с ним обменяться. Да, все понятно. Давайте еще раз. Так, хорошо. А, ну да, разумеется, я и не могу обменяться. Здесь же красный луч. Так, хорошо. Давайте попробуем еще раз. Так, интересно. А нижний фонарь тоже не выключается, да? Хм. И обменяться мы тоже через этот портал не можем. И здесь нигде мы создать клона тоже не можем. Да, как обычно, дьявол кроется в деталях. Давайте начнем с другого. Сначала поравняемся. Так. Создадим, пожалуй, клоны здесь. Угу. Совсем немного остается, да? Ну, во всяком случае, запас пока у нас есть. Как раз на одного, да? В общем-то, вряд ли нам это поможет, на самом-то деле. Потому что сейчас мы создать, разумеется, никого не можем. Так, хорошо. Так, а может быть, мы сможем сейчас... Да, сделать как-то так. Но нам это тоже никоим образом не помогает, да? Да, совершенно верно. Если только не попробовать создать клона, скажем, вот где-то здесь. Так. 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 И надо нам, наверное, обменяться все-таки. Так. И что же? Да, нам это совершенно ничего не дает. Так. Ну что ж, давайте пока попробуем оставить в покое это место. Потому что у нас есть еще одно. Нужно будет обязательно туда вернуться. Запись 13. Метафизика наблюдателя. Что наблюдателям известно о погоде? Ввиду отсутствия органов чувств для познания мира, встает вопрос, что представляют собой знания для наблюдателя? Как они понимают смерть? Что им известно о физическом мире? Наблюдатели наверняка имеют представление о силах физического взаимодействия, перемещающих их в зону восприятия друг друга и из нее. Для них эти силы могут быть странными, но какие-то теории у наблюдателей должны быть. Раз человечество смогло значительно расширить свои знания о физической природе мира, значит и наблюдатели, скорее всего, во многом разобрались. Ведь у них было гораздо больше времени, чем у нас, чтобы прийти к правильным выводам. Ну, на самом деле, мы не по порядку собираем записи, как я сейчас обратил внимание. Вроде бы раньше все было по порядку, а сейчас сначала была 14-я запись, потом 13-я. Так, и наблюдатели у нас вроде бы все... Нет, вот 18-го и 19-го наблюдателей мы с вами не нашли. Ну, ничего удивительного, я так думаю, что мы еще это сделаем. Так. Ну, здесь, наверное, все будет довольно-таки просто. Хм, как бы не так. Хорошо. И у нас остается всего лишь один клон. Так. Даже не знаю. Так, и что нам это дает? Дело в том, что если сейчас мы подойдем... То потом клон так или иначе упадет. И там у нас тухнет красный свет, да? Так, ну давайте мы для начала уберем этого клона. Да, к сожалению, в своих клонах мы теперь серьезно ограничены. Поэтому, если даже я нажму здесь, да, то, соответственно, больше клонов я создать не могу. Чем дальше, тем круче, друзья. Так, а вниз нам, разумеется, совершенно не надо. Так, а скорее всего, нам все-таки нужно вернуться наверх. Сейчас поясню зачем. Дело в том, что как раз одного клона нам и не хватает. А как вы понимаете... Да, здесь есть лишний, или нет? Или это не здесь? Да, это где-то здесь. Хм. А между тем, смотрите, как интересно. То есть... Хотя нет. Сейчас мы разберемся. Так, ну сейчас у нас есть неплохой запас. Так, и у нас там есть внизу дружественный клон, с которым мы как раз можем поменяться, в случае чего. Так, давайте-ка мы сначала поступим вот так. Отлично. Насколько я понимаю, мы сейчас можем просто-напросто обменяться. Вот с ним, например. Да. Пожалуй. Так, а мы все равно не сможем создать здесь никого, да? Но сейчас посмотрим. Так, этого клона мы уберем. Так, а нам это тоже ничего не дает. Ну что ж, давайте попробуем так поступить. Но в любом случае, если даже сейчас мы создадим клона, то... Воспользоваться мы им не сможем. Не работает то обмен, то... А вернуться туда-назад у нас не получится, и нам это, в принципе, даже и не надо. Так, минуту. Так, ну это нам тоже, конечно, мало что дает. Так. Наверное, нужно создать клоны здесь. Так, а здесь клона мы уже не создадим, да? Забавно. Так, наверное, скорее всего, здесь дело в другом. Да, все сложнее и сложнее становится. До конца добегать не будем. А хотя, с другой стороны, нам это тоже ничего не даст, если мы не добежим до конца. Потому что больше клонов мы создавать не можем. Хм, очень странно. Да, в любом случае, у нас не получится сделать так, как я запланировал, потому что здесь мы клоны в любом случае не создадим. Да. Ну что ж, единственное, что можно сделать, это попробовать вернуться. И заново посмотреть на тех клонов, которых мы здесь оставили. Ну, скорее всего, так они внизу и останутся, потому что по-другому здесь никак нельзя. Да, видите, когда даже идет прыжок, то, соответственно... Да, и мы не успеем создать клона, чтобы с ним же обменяться и, соответственно... Может быть, ответ где-то здесь посередине. Вот смотрите, сейчас те клоны, которые находятся слева, они стоят просто идеально. Как бы еще туда попасть? Лучом оттолкнуться не получится, да? Ну да, разумеется, здесь же есть гравитация. Так, ну что ж, ладно, давайте попробуем вернуться назад. У нас есть еще один телепорт. Так, отлично. Я, конечно, думаю, что вряд ли мне это поможет, потому что... Так, а что у нас там дальше? То есть нам нужно, по сути, вниз. Но обменяться мы здесь ни с кем не можем. Ну да, разумеется. Тогда давайте попробуем сначала отсюда. Так, минуту. Угу. Так, а здесь, я так понимаю, нужно отодвинуть камень. Угу, отлично. Так, а что вот это за конструкция такая? Нет, двигать мы ее не можем. Ну, единственное, что можно сделать, конечно, это попробовать забраться сюда наверх. Так, только что нам это даст. Спрыгнуть сюда вниз тоже мы не можем, потому что мы сразу разобьемся. Ну, если только создать клона где-то внизу, ну, хотя с другой стороны, нам это тоже вряд ли поможет. А, ну то есть мы можем запрыгнуть. То есть не обязательно здесь клона создавать. Так, хорошо. Зачем мы вообще сюда забрались? Хороший вопрос. Может быть здесь на самом деле нужно встать другим клоном? Чтобы постоянно здесь была дверь открыта, а тут закрыта? Ну, в принципе, не знаю. Давайте попробуем. Угу. Нам бы, конечно, каким-то образом попасть туда вниз. А интересно, кстати говоря, мы издалека можем управлять клоном, чтобы он хватал предметы. Давайте попробуем, чем черт не шутит. Угу. Возвращаемся назад. Да, совершенно верно. Мы можем это сделать. Так, круто. Только... А, ну мы же можем с ним поменяться, правильно? Да, совершенно верно. Сейчас мы так и поступим. Да. Совершенно верно. Отлично. Ну вот, другое дело. Получено три шара. Наконец-то мы с вами сдвинулись с мертвой точки, потому что две комнаты мы уже пропустили. Так, ну и что? Будем ли мы возвращаться сюда, чтобы понять, что же здесь нужно сделать? Так. Давайте посмотрим, что мы еще не посетили, потому что, видите, у нас там есть еще три портала. Давайте попробуем вернуться в них. И посмотрим. Может быть, нужно открыть еще какие-то комнаты. Так, да. Здесь просто перебегаем. Отлично. Так, да. Здесь мы еще не были, и здесь лежит еще один наблюдатель. Угу. Время размышлений о прошедшем дне. Есть день размышлений о прошедшем времени. Хм. Ну, как бы это логично, да. Так, отлично. И что у нас здесь? Ну, я так понимаю, что вот эти предметы нам не нужны. Это просто-напросто образцы. Так, и куда мы с вами вернулись? Угу. Мы вернулись. В принципе, в одну из комнат, где мы уже были. Давайте попробуем сначала прийти сюда. Скорее всего, он нас тоже принесет в ту же самую комнату. Нет? Нет. Здесь еще один камень. Так, алфавит. Теперь я знаю ваш алфавит. Хотите меня освободить? АБВГ. Забавно. Так. Да, вроде бы все, что мы могли, мы уже здесь прошли. И в принципе, можно выбираться наружу. Но мы с вами недополучили еще целых два шара. Точнее, шесть шаров, если быть точнее. Так. Ну, давайте попробуем вернуться. Так. Знать бы только карту, каким образом двигаться. Потому что сейчас мы, скорее всего, будем делать это наобум. Да, я совершенно не помню, какой портал за что отвечает. Но, насколько я понимаю, сейчас нам нужно вот сюда. Да, совершенно верно. Да, интересно. Ну, разумеется, я не ждал того, что здесь будет очень просто. Так, значит, получается, первый и второй портал мы проигнорировали. Не смогли решить задачку. Не там, не там. Соответственно, сейчас нам нужно будет этим заняться. Но, пожалуй, как обычно, наверное, мы с этого начнем уже только следующую серию, друзья. Потому что понятно, что сейчас у меня какое-то время займет размышления. И, чтобы вас не мучить, я, разумеется, хочу заняться этим уже чуть позднее. Ну, что ж. Если вам нравится прохождение, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Добрый Макс. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.